МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой неделе, во вторник, прошло расширенное заседание правительства Казахстана под председательством президента Касымжа Мартукаева. В центре внимания итоговый отчет о социально-экономическом развитии страны за 2021 год. Но что интереснее всего, план действий правительства на 2022-й. Участие в этом заседании приняли премьер-министр Алихан Смаилов, государственный секретарь Ерлан Карин, руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу, члены правительства Кима областей, городов, руководителей центральных государственных органов и национальных компаний. О том, какие решения, напрямую связанные с бизнесом, были приняты в нашем выпуске сегодня. Итак, президент страны поручил за два месяца разработать предложение по возврату в Казахстан незаконно вывезенных финансовых средств. Точная сумма, которую необходимо вернуть, не называется, но приходится догадываться, что речь явно идет о десятках миллионов долларов. Коррупционным схемам и западным офшорам казахстанские журналисты посвятили не одну статью расследования. Информация собиралась в том числе и коллегами по цеху из других стран мира. И на нее уже давно стоит обратить самое пристальное внимание. Диалоги добросовестного труда, справедливого вознаграждения должна прийти на смену мировоззрению компрадоров, временщиков, иждивенцев. Это общая задача власти и общества, которая затрагивает социально-экономические аспекты, вопросы государственной политики, национальной идентичности к воспитанию молодежи. Правительству поручается в двухмесячный срок предоставить предложение по возврату страны незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. Но кто и как будет возвращать активы обратно из зарубежных стран? Причем за два месяца не совсем ясно. Стоит предполагать, что незаконные активы хорошо спрятаны и будут охраняться бдительными юристами. Что получится в итоге? Пока что остается ждать появления более конкретных шагов президента и правительства. Контроль за расходованием государственных, а говоря точнее, народных средств – вопрос первостепенной важности. Это в некоторой степени основной защитный механизм от неэффективного и коррупционного расходования миллиардов тенге. Но вновь возникает вопрос, почему до сих пор эта проблема не была должным образом проработана? Каждый потраченный тенге должен давать социально-экономическую отдачу, как на уровне отрасли, так и в масштабах страны. Для этого должна быть четкая система оценки. Однако правительство уже более двух лет не может нормально организовать эту работу. До сих пор не сформирована соответствующая методология. Поручаем Министерству финансов, агентству по стратегическому планированию совместно с счетным комитетом двухмесячный срок разработать методику анализа социально-экономического эффекта государственных расходов. Где брать доходы, как не из поступающих инвестиций в экономику? Но и здесь бюрократические преграды по-прежнему остаются внушительными. А ведь прямые инвестиции – весьма существенный рычаг повышения экономического потенциала. В условиях жесткой мировой конкуренции за капитал наша инвестиционная политика должна стать максимально эффективной. В прошлом году внедрен новый инструмент поддержки инвесторов – стратегическое инвестиционное соглашение. Определен перечень из 70 потенциальных стратегических соглашений. Однако на сегодня подписано только одно соглашение. Правительством сформированы два пула инвестиционных проектов. Один состоит из 450 проектов, другой из 3000. Планы хорошие, но из-за отсутствия должного контроля и бюрократической волокиты реализация этих проектов остается на бумаге. Поэтому поручаю правительству определить единый пул инвестиционных проектов, сделать его публичным, в том числе для общественного мониторинга реализации проектов. Утильсбор – проблема не вчера возникшая. На протяжении долгого времени она вызывала раздражение у автомобилистов и представителей автомобильной отрасли, особенно в части сбора за первичную регистрацию. Ситуация выходила из-под контроля, ведь все догадывались, что это похоже на явную коррупционную схему. Возмущение принимали форму протестов, обращений, критических журналистских материалов. И вот что было предложено президентом на заседании правительства в ответ на массовое недовольство. По утильсбору мы приняли решение, все средства будут поступать государству. Теперь необходимо определиться с размером ставок. Рабочая группа активно обсуждает данный вопрос. Сразу отмечу, утильсбор будет пересмотрен, но нужно избегать крайностей. Нельзя выбрасывать на ветер деньги, потраченные на развитие автопрома, и открывать свой рынок для откровенного и импортного автохлама. Утилизационный или регистрационный сбор – это не самоцель. Главное – повысить доступность автомобилей и сельхозтехники для потребителей. Ожидаю соответствующей реакции от производителей и дистрибьюторов. Предварительный доклад правительства показывает, что оно на правильном пути находится. Борьба с олигархией и монополистами стала все чаще звучать на официальном уровне, что до этого в публичной риторике не происходило. Какие-то даст плоды, а самое главное – правовые механизмы этой самой демонополизации. На заседании речь шла о строительном рынке, наверное, самой коррумпированной отрасли в стране. Прошу правительства совместно с агентством по защите и развитию конкуренции принять пакет мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию. Имена строительных компаний, которые постоянно выигрывают тендеры, а затем передают строительные проекты субподрядным компаниям, а те субсубподрядным компаниям хорошо известны. Поэтому не буду останавливаться на этом. Хотелось бы остановиться на моей инициативе субсидирования арендного жилья. Она должна была заработать еще год назад. Но из-за не расторопности, а может быть из-за саботажа, сотни тысяч казахстанцев до сих пор не получает этот вид поддержки. Чиновники долго пытались и с простой и понятной инициативой по снижению затрат на жилье для наименее обеспеченных граждан создать очередной инструмент поддержки крупных строительных фирм. Повторю в последний раз. Эта инициатива социальная. От Басбанк и Министерства цифровизации нужно создать цифровую платформу, на которой должны зарегистрироваться те, кому положены субсидии, а также сдающие в аренду владельцы недвижимости. Люди, исходя из своих потребностей, смогут выбрать жилье там, где хотят, а не там, где им скажет акимат или застройщик. От государства социально уязвимым категориям граждан будет выплачиваться субсидия в размере 50% от арендной платы. А высвобожденные деньги с семейного бюджета будут тратиться на другие нужды, продукты, образование, медицину. Поэтому надо начать прием заявок по этой системе. И я даю такое поручение, не затягивая данный вопрос. Нужно продолжать работать. И не позднее 1 мая эту работу завершить и доложить, как она выполняется, эта работа. И вот еще пару важных моментов о наличии бесконечного количества посредников, которые, по сути, не создают ничего нового, но при этом вынуждает потребителей платить. Речь идет о комиссиях, тарифах различных посредников, монопольных операторов, ненужных агентов. Эту проблему знаете. Но вопрос, кто платит за их услуги? Конечно, потребитель платит. И виной тому принятые законы и постановления. То есть в основе лежат нормативно-правовые акты, при принятии которых госорганы зачастую руководствовались интересами отдельных компаний, а не интересами общества. А средства, которые казахстанцы могли бы тратить на себя, утекают в карманы этих компаний. Поэтому правительству поручается обратить самое серьезное внимание на данную проблему и совместно с Палатой Атамикен разобраться по каждой такой ситуации и предложить конкретные решения для их исправления. Доля малых компаний в структуре отечественного бизнеса сегодня составляет более 90%. При реформировании Палаты следует сфокусировать ее функционал именно на поддержке, защите и развитии малого бизнеса. При этом малый бизнес следует освободить от обязательных членских взносов. Это как бы само собой разумеется. Доступность кредитования еще одна фундаментальная проблема, особенно для малого бизнеса. И на прошедшем заседании банковский сектор страны вновь стал мишенью для критических замечаний. Далее Национальный банк должен проводить независимую денежно-кредитную политику, причем адекватную денежно-кредитную политику для достижения целевого коридора инфляции 4-6% в 2022 году и 34% в 2025 году. Нельзя также забывать о кредитовании реальной экономики. С 2017 года реализуется программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора. На покрытие убытков по проблемным займам банкам выделено порядка 700 миллиардов тенге. Однако должного встречного движения в части повышения объемов и доступности кредитов не наблюдается. Старая проблема. Каждый раз об этом говорим. Профицит высоколиквидных активов банков растет. Знаем эту проблему. Знаем название этих банков. Сегодня этот профицит составляет почти 12 триллионов тенге. Эти средства должны работать на экономику, в том числе развитие на адекватных условиях бизнеса и ипотечного рынка. Предстоит создать регуляторные механизмы, при которых банки будут стремиться кредитовать эффективные проекты. Это задача нового руководителя Национального банка и агентства по финрегулированию. В прошлом выпуске программы про бизнес львиная доля эфирного времени была посвящена как раз этой проблеме. И вот лишь небольшой, но очень важный фрагмент. Вот почему так тяжело проходит работа с банками? Потому что вы сказали, да, это невыгодно, но вот все-таки повлиять на банки... Вот о чем идет речь. Это же отдельный коммерческий сектор. Банки же не могут просто взять и сами устроить подобное благотворение. Для них нужно, чтобы гарантированно вот эти выдачи их кредитов гарантировал хотя бы государство какое-то иметь. Это раз. Второе, я говорю, проблема залогов. У большинства вот этих предпринимателей залогов нет. Они есть в виде квартиры, в виде машин, но хотя бы на то, что у них есть. А остальное должно датировать государство. Понятно, что сейчас, то, что я сейчас говорю, возможно, немножко кажется в том плане, что это утопично, что невозможно весь там малый бизнес, который стоит на рынках, который арендует в торговых домах, финансировать. Но надо, надо что-то сейчас продумывать. Потому что они остались сейчас за бортом. В большинстве, в своем случае, за бортом. И эти кредиты, эти суды не должны быть высокопроцентными. То есть для них должны быть точно по такой же социальной ставке, как и у нас. Потом, да, можно там через год, через два, когда вот все уже пройдет, когда вольется, уже говорить о том, что надо отменять программу или, наоборот, сокращать. Но в данный момент нужна помощь. Я считаю так. Обычно вот диалог бизнеса и власти, вот эти все заседания, общественные различные службы, площадки, создается впечатление такой вот непробиваемой стены, что вот бизнес не слышен. Но произошедшие события показали, что невозможно уже работать, как раньше, и что нужно перестраиваться. Вот я в одной из передач заявлял, и сейчас тоже это скажу, перестраиваться нужно, но и нам, малому бизнесу, гражданам города, области, республики, мы тоже должны не молчать, мы должны приходить в соответственные площадки, говорить. То есть об этом не должно замачиваться где-то на куте, это говорится. Вот не случайно президент опять обозначил, что из среды мы должны выращивать каких-то неформальных лидеров. Они должны быть. То есть, ну, понятно, что с толпой трудно разговаривать, а вот действительно какие-то лидеры, которые там будут выходить, которые будут говорить, о котором люди будут доносить свои чаяния, беды, я думаю, тогда мы потихоньку-потихоньку начнем уже слушать друг друга, и появится диалог. Необходимо давление, по крайней мере, давление. Вот эти лидеры, о которых вы говорите, давили. Ну, как давить, давить вообще не хорошее слово. Они должны доносить, доносить, доносить в нормальном, популяренном порядке. Нельзя забывать, что государственные органы, это же все-таки люди, действующие по инструкции. В большинстве случаев, действующие по инструкции, которые им спускают сверху. И если взять отдельного чиновника в области, в городе, в департаменте, в отделе, он не может... Самостоятельно. Решить вопрос, ему нужны соответственные инструкции, ему нужны какие-то указания. Поэтому здесь, конечно, мы этот барьер не преодолеем. Он всегда будет таким. Но доносить вот эти свои чаяния, свои нужды население должно. И поэтому сейчас, вот я смотрю, уже начинается такое, что во многих общественных организациях появились люди, лидеры, и президент не случайно в новый и полиции, в новый совет Нур-Атана, и в новый совет при президенте уже включил большинство общественников. Я думаю, сейчас это пойдет уже дальше и будет расширяться в том плане, что по областям, по городам больше уже будут присутствовать не чиновники, а именно в таких советах, а именно сами люди, общественники. Да, 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 да. И эксперты в том числе, которые смогут говорить, какие проблемы существуют. Конечно, сейчас вот, допустим, сразу высказать, сразу там все записать, понять невозможно будет. Но все постепенно должно прийти к логическому завершению, вот я думаю. Нужны те неформальные лидеры, которые вырастут из общественной среды. Вот об этом и идет речь, об этом и идет сейчас разговор. Это важно. Это важно. Проблемы решения, поручения и критика, высказанные на заседании правительства, звучат, безусловно, актуально, но при этом и лозунгово. Всем хочется перехода от слов и бумаг к делу и результатам. Сейчас сроки реализации определены. И вот здесь ставим многоточие и ждем дальнейшего развития событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова